Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. Дорогие мои братья и сестры во Христе, Господь грядет, Его время пришло. Сегодня 9 апреля 2024 года и со вчерашнего заката Солнца в Израиле до сегодняшнего заката идет первый день первого месяца. Первая Ниссана 5784 года по еврейскому календарю. С первого Ниссана начинается новый духовный год в Израиле. И некоторое время назад я говорил о том, что восхищение может произойти от 25 января, когда был праздник Тубишват. Новый год деревьев. И до 8 апреля, то есть до первого Ниссана. Почему я так говорил? Напомню о своих размышлениях. Это связано с началом отчета 77, предназначенных для Израиля. Царь Артаксеркс дал свое повеление священнику Ездри. Это описано в 7 главе книги Ездры. Артаксеркс, царь царей Ездри священнику, от меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его элитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою. И о времени выхода Ездры сказано. В первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона. То есть первого Ниссана было начало выхода из Вавилона. А значит повеление Артаксеркса было дано за какое-то время до этого. И отчет 77 начинается от выхода слова или от этого повеления, о чем сказано в 9 главе Даниила. С того времени, как выйдет повеление до Христа Владыки, 7 седьмины, 62 седьмины. В других переводах сказано именно от выхода слова. Поэтому если Ездра вышел из Вавилона первого Ниссана, то логично предположить, что повеление было дано за какое-то время до этого. Но также возможно, что именно первая Ниссана является моментом начала отчета 77. Но почему это давнее событие как-то может быть связано с восхищением? Потому что если отчет 77 начался или незадолго до первого Ниссана, или непосредственно первого Ниссана, то и отчет последней седьмины может начаться с этого же времени, с первого Ниссана. И я верю, что восхищение произойдет или до 70 седмины, или в самом ее начале. Потому что это время начала Божьих судов не должно пересечься со временем благодати. Время Церкви и время Израиля не должно пересечься. Также и полное солнечное затмение, которое прошло вчера вечером над Северной Америкой, может быть знамением на небе. И может показывать начало нового этапа, начало Божьих судов. И время начаться суду с Дома Божьего. И как и раньше, многие писали в комментариях, что же ты скажешь 9 апреля, если восхищение не произойдет. Как и раньше, я скажу, что буду продолжать ожидать Иисуса и размышлять о том, как же близок наш Господь. И буду продолжать укреплять в этой вере всех моих братьев и сестер, поддерживать вас, любящих и также ожидающих грядущего Господа. Потому что сегодня мы видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно. Мы только размышляем и предполагаем. И я всегда говорю, что не знаю точного дня и часа. Чтобы мне не сказал так Бог, какой-то даты, которую никто не знает. И я не пророк. И всегда, когда говорю о каких-то датах, говорю, что это только лишь размышление, но не утверждение. Я просто жду Господа каждый день. И буду продолжать ожидать Его каждый день в терпении и вере до самого восхищения. И, конечно, мы надеемся не на какую-то конкретную дату, но полностью доверяем только Иисусу Христу, который грядет. И ждем Его, потому что любим. И видим все признаки Его второго пришествия. Мы только ищем и размышляем. Потому что возлюбили явление Его. И ищем символические связи в Писании. Ищем и стараемся понять Божию временную шкалу. В году 365 дней. И мы готовы на всякое время, уже много лет. Потому что каждый день может прийти Господь. Каждый день может быть последним днем времени благодати. И днем восхищения всех, кто во Христе. Каждый день мы можем предстать пред Господом, который сказал, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Досподобитесь избежать всех сих будущих бедствий. И предстать пред сына человеческого. И вчера вечером по израильскому календарю наступила первая Ниссана 5784 года. Начался новый духовный год в Израиле. И вчера же вечером над Соединенными Штатами произошло полное солнечное затмение, которое показало множество символических знаков. Будем размышлять дальше. Будем наблюдать дальше. И поддерживать друг друга тем более, чем более видим наступление этого великого дня. В прошлой программе мы говорили о том, что Иисус Христос был распят в начале апреля 30-го года. В 30-м году первого века семь дней Песоха шли с 3-го апреля и до 10-го апреля по Григорианскому календарю. В это время, 1994 года назад, произошли события, которые стали важнейшими во всей мировой истории. И которые были связаны с распятием и воскресением Иисуса Христа. Почему это самое важное событие во всей мировой истории? Потому что за 4 тысячи лет до Него, после греха Адама, в мир вошла смерть, и все творение стало смертным и тленным. Но Иисус, умерев на кресте, стал совершенной жертвой, принесенной за все человеческие грехи. И в 15-й главе 1-го послания Коринфянам апостол Павел говорит важнейшие и такие точные слова об этом. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Христовы во время второго пришествия Его, оживут каждый в своем порядке. 69 седьмин прошло до первого пришествия Христа. С 70-й седьмин начнется время его второго пришествия. И о восхищении сказано, что сам Господь сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут, а живые во Христе изменятся, и вместе одновременно будут восхищены, и посажены на престолах, как и обещал Иисус побеждающему с Ним. Как Иисус был первым плодом, символизирующим ячмень, так, возможно, и все, кто в нем, будут первым плодом, символизирующим ячмень. Поэтому пасхальный сезон, который идет сегодня, в 2024 году, по-прежнему может быть этим долгожданным временем встречи с Иисусом. Когда мы увидим славу Его, и уже всегда, навечно с Господом будем. Терпение нужно нам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Поговорим еще об этом пасхальном сезоне 2024 года. Сколько же всего мы видим сегодня? Сколько признаков собираются вместе этой весной? Мы видим затмение, которое, как небесное знамение, может показывать начало суда, как над Америкой, так и над всеми народами. Мы видим рыжих телец, которых иудеи могут принести в очистительную жертву, или в сам Песах, 22-23 апреля, но, возможно, до или после этого. Возможно, это произойдет тайно, потому что напряжение с исламским миром и так сегодня на пределе. Но действие с рыжими телками может говорить об открытии лже-мессии и возможном возобновлении жертвоприношения Израиля в Скинии, в Силоми. Для этого не надо строить третий храм. Также мы видим положение Израиля, окруженного их врагами, и снижающуюся поддержку Америки, их главного союзника. Видим, что войска Израиля под давлением США выведены из сектора газы, не уничтожив полностью Хамас. Цель войны полностью не достигнута, и раненый зверь Хамас будет еще страшнее и агрессивнее. США прямо угрожали Израилю прекращением военной поддержки в случае продолжения, и это очень непростая ситуация для Израиля. На севере Израиля также продолжаются боевые действия с Хизбаллой. А также Израиль ожидает ответного удара самого Ирана после уничтожения посольства Ирана в Сирии и особо важных иранских генералов. Если ответ Ирана будет напрямую по Израилю, то Израиль напрямую ответит по Ирану. Это может быть началом Третьей мировой войны. И еще в Израиле начинается волна протестов против действующего правительства. Очень сложная ситуация со всех сторон в Израиле. И мы, любящие Иисуса Христа и понимающие пророчества Библии об этом времени, молимся за Израиль. Молимся за избранный народ Божий, который только в это страшное время Божьих судов увидит и примет своего истинного и единственного Мессию и Ишуа, мы молимся за Израиль. И впереди в этом месяце по еврейскому календарю в Израиле будет Песох с 14 по 22 Ниссана или с 22 по 30 апреля. Вот видно, что сегодня 9 апреля, первая Ниссана. 22 апреля 14 Ниссана, начало Песоха. С 23 по 30 апреля 7 дней опресников, которые тоже относятся к Песоху. Что может произойти за это время в мире? В Израиле мы можем только предполагать. Время очень важное, очень интересное и очень напряженное. И мы размышляли и говорили, что если смотреть на состояние чменя, то возможно, что Песох шел еще с 25 марта. Но если смотреть на небесные светила, то что показывают они? Ведь Иосиф Флавий, как уже говорилось в прошлых программах, в книге «Иудейские древности», описывая то время, говорит. Вот пятый пункт обведен красным. Таким образом было установлено для евреев строить по родному обычаю шатры в месяц эксанфики, который у нас носит название Ниссана и представляет начало года, на 14 день после новолуния, когда солнце встанет в знак Овна и так далее. Вчера, во время солнечного затмения, было новолуние. На 14 день после новолуния, когда солнце встанет в знак Овна. Насколько можно доверять этим словам Иосифа Флавия, я не знаю. Но давайте посмотрим на стеллариум, в каком знаке сегодня находится солнце. Вот так сегодня, 9 апреля 2024 года, утром выглядит положение солнца и луны. Солнце находится в созвездии рыбы. И в знак Овна войдет только 18 апреля. Но 22-23 апреля, на 14 день месяца Ниссан, солнце точно будет в знаке Овна. Давайте посмотрим на 30-й год, 14-й день Ниссана, когда был распят Иисус. Вот 30-й год, 5 апреля 30-го года, это юлианский календарь. И вот положение солнца в возможный день распятия Иисуса Христа. Солнце находится в знаке Овна. И вот положение солнца, когда Иисус воскрес по юлианскому календарю, который на то время на два дня отличался от григорианского. В день, когда Иисус воскрес, солнце также находится в знаке Овна. Теперь посмотрим на 2024 год. 18 апреля солнце войдет в знак Овна. Вечером 8 апреля было новолуние. На 14-й день месяца Ниссан, 22 апреля, с наступлением Песоха, солнце будет в знаке Овна. А вот положение в 7-й день Песоха, 30 апреля. В 7-й день Песоха, 30 апреля 2024 года, солнце в знаке Овна. Поэтому нам так непросто понять, когда же начинается месяц Ниссан, и когда наступают дни Песоха. Но 1-я Ниссана – это глава года. Ведь Бог сказал Моисею после выхода из Египта, что этот месяц да будет у вас первым среди месяцев года. Если сегодня 1-я Ниссана, 5 784 года, по еврейскому календарю, в летоисчислении которого может отсутствовать 210 лет, и по сути это может быть началом 5994 года, духовного года, то через 7 лет 1-го Ниссана возможно наступление 6000 первого года, или 7-го тысячелетия, как тысячелетнего царства Иисуса Христа. А до этого пройдут 7 лет, как время Божьих судов, и время последней, седмины для Израиля. Этот весенний или пасхальный сезон 2024 года все так же является высочайшим сезоном для возможного восхищения. Всех, кто во Христе, любящей и любимой невесты Иисуса Христа. Так о весне сказано в Песне Песней. Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Господь грядет, и восхищение так близко. Будем продолжать изучать Писание, будем продолжать наблюдать за происходящими вокруг событиями. Мы просто еще на один день стали ближе к этой долгожданной встрече. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Поэтому так важно сегодня проснуться от сна, бодрствовать, ожидать и быть готовым. Потому что внезапно придет Господь. Да, мы не знаем точного дня и часа, но продолжаем ожидать Господа на всякое время, в терпении, любви, смирении и кротости. И стараемся поддерживать и ободрять всех любящих и также ожидающих этого великого дня. Мы верим и знаем в Духе, что Господь наш со всем рядом. И мы верим, что Он грядет за ожидающими Его спасения. Мы молимся о том, чтобы Господь наш пришел и совершился весь план Его спасения, искупления всего творения. Да будут чресла наши припоясаны и светильники горящие. Вся слава Богу Отцу и Господу нашему Иисусу Христу, возлюбившему нас, искупившему нас и омывшему нас от всех грехов своей кровью. И вся слава Духу Святому, пребывающему в нас. Гряди наш Господь, Маранафа. Будьте благословенны, мои братья и сестры. Не теряйте веры и надежды. Бодрствуйте и будьте готовы сегодня и завтра и в следующий день. Не переставайте ждать его и верить. До встречи.